Октябрь, день 2. 15 октября по новому стилю. Житие и страдания святого священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. В царствовании Декия жил в Антиохии некий философ и знаменитый волхвователь по имени Киприан, родом из Карфагена. Происходя от нечестивых родителей, он еще в детстве посвящен был ими на служение языческому богу Аполлону. В семи лет он был отдан чародеям для научения волхвованию и бесовской мудрости. По достижении десятилетнего возраста он был послан родителями для приготовления к жреческому служению, на гору Олимп, которую язычники называли жилищем богов. Там было бесчисленное множество идолов, в которых обитали бесы. На этой горе Киприан научился всем дьявольским хитростям. Он постиг различные бесовские превращения, научился изменять свойства воздуха, наводить ветры, производить гром и дождь, возмущать морские волны, причинять вред садам, виноградникам и полям, насылать болезни и язвы на людей и вообще научился пагубной мудрости и исполненной зла дьявольской деятельности. Он видел там бесчисленные полчища бесов с князем тьмы во главе, которому одни предстояли, другие служили, иные восклицали, восхваляя своего князя, а иные были посылаемы в мир для совращения людей. Там видел он также в мнимых образах языческих богов и богинь, а равно различные призраки и привидения, вызыванию которых он учился в строгом сорокадневном посте. Ел же он по захождении солнца, и то не хлеб, и не какую-либо иную пищу, а дубовые желуди. Когда ему минуло пятнадцать лет, он стал слушать уроки семи великих жрецов, от которых уведал многие бесовские тайны. Затем он пошел в город Аргас, где, послужив некоторое время богине Гери, научился многим обольщениям у жреца ее. Пожил он и в Таврополе, служа Артемиде, а оттуда пошел в Лакидимон, где и научился различными волхвованиями и наваждением вызывать мертвецов из могил и заставлял их говорить. Двадцати лет от роду Киприан пришел в Египет, и в городе Мемфисе обучался еще большим чародействам и волшебствам. На тридцатом году он пошел к халдеям и, научившись там звездочетству, закончил свое учение, после чего возвратился в Антиохию, будучи совершенным о всяком злодеянии. Так он стал волхвователем, чародеем и душегубцем, великим другом и верным рабов адского князя, с коим беседовал лицом к лицу, удостоившись от него великой чести, как о том он сам открыто засвидетельствовал. «Поверьте мне, — говорил он, — что я видел самого князя тьмы, ибо я умилостивил его жертвами. Я приветствовал его и говорил с ним и с его старейшинами. Он полюбил меня, хвалил мой разум и пред всеми сказал. Вот новый замврий, всегда готовый к послушанию и достойный общения с нами. И обещал он мне поставить меня князем по исхождении моем из тела, а в течение земной жизни во всем помогать мне. При этом он дал мне полк бесов в услужение. Когда же я уходил от него, он обратился ко мне со словами. «Мужайся, усердный Киприан, встань и сопровождай меня. Пусть все старейшины бесовские удивляются тебе». Вследствие этого и все его князья были внимательны ко мне, видя оказанную мне честь. Внешний вид его был подобен цветку, голова его была увенчана венцом, сделанным, не в действительности, а призрачно, из золота и блестящих камней, вследствие чего и все пространство то освещалось, а одежда его была изумительна. Когда же он обращался в ту или другую сторону, все место то содрогалось. Множество злых духов, различных степеней, покорно стояли у престола его. Ему и я всего себя отдал тогда в услужение, повинуясь всякому его велению. Так рассказывал о себе сам Киприан после своего обращения. Отсюда ясно, каким человеком был Киприан. Как друг бесов, совершал он все их дела, причиняя вред людям и обольщая их. Живя в Антиохии, он много людей совратил ко всяким беззаконием, многих погубил он отравами и чародейством, а юношей и девиц заколал в жертву бесам. Многих он научил своему губительному вахвованию. Одних летать по воздуху, других плавать в ладьях по облакам, а иных ходить по водам. Всеми язычниками он был почитаем и прославляем, как главнейший жрец и мудрейший слуга их мерзких богов. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой, который был исполнен. Одним содействовал он в любодеянии, другим во гневе, вражде, мщении, зависти. Уже весь он находился в глубинах ада и в пасти дьявольской, был сыном гиены, участником бесовского наследия и их вечной гибели. Господь же, не хотящий смерти грешника по своей неизреченной благости и непобеждаемому людскими грехами милосердию, соизволил взыскать этого погибшего человека, извлечь из пропасти погрязшего в адской глубине и спасти его, чтобы показать всем людям свое милосердие, ибо нет греха, могущего победить его человеколюбие. Спас же он Киприана от гибели следующим образом. Жила в то время там же, в Антиохии, некая девица по имени Иустина. Она происходила от языческих родителей. Отцом ее был идольский жрец, по имени Едесий, а мать ее звали Клеодонией. Однажды, сидя у окна в своем доме, девица эта, когда уже пришедшая в совершенный возраст, случайно услышала слова спасения из уст проходившего мимо диакона по имени Проилия. Он говорил о вочеловечении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что он родился от причистой девы и, сотворив многие чудеса, благоизволил пострадать ради нашего спасения, воскрес из мертвых со славой, вознесся на небеса, воссел одесную отца и царствует вечно. Эта проповедь диакона пала на добрую почву, в сердце Иустины, и начала скоро приносить плоды, искореняя в ней терния неверия. Иустина захотела лучше и совершеннее научиться вере у диакона, но не осмелилась искать его, удерживаемая девической скромностью. Однако она тайно ходила в церковь Христову и, часто слушая Слово Божие при воздействии на ее сердце Святого Духа, уверовала во Христа. В скором времени она убедила в этом и свою мать, а затем привела к вере и своего престарелого отца. Видя разум своей дочери и слыша ее мудрые слова, Едесий рассуждал сам с собою. Идолы сделаны руками человеческими и не имеют ни души, ни дыхания, а потому, каким образом они могут быть богами. Размышляя об этом, однажды ночью он увидел во сне, по божественному соизволению, чудесное видение. Видел он великий сонм светоносных ангелов, а среди них был Спаситель мира, Христос, который сказал ему, «Приидите ко мне, и я дам вам Царствие Небесное». Встав утром, Едесий пошел с женою и дочерью к христианскому епископу по имени Аптату, прося его научить их Христовой вере и совершить над ними святое крещение. При этом он поведал слова дочери своей и виденное им самим ангельское видение. Услышав это, епископ возрадовался обращению их и, наставив их в вере Христовой, крестил Едесия, жену его, Клеодонию и дочь Иустину, а затем, причастив их святых тайн, отпустил с миром. Когда же Едесий укрепился в Христовой вере, то епископ, видя его благочестие, поставил его пресвитером. После этого, пожив добродетельно и в страхе Божием год и шесть месяцев, Едесий во святой вере окончил свою жизнь. Иустина же доблестно подвязалась в соблюдении заповедей Господних и, возлюбив жениха своего Христа, служила ему прилежными молитвами, девством и целомудрием, постом и воздержанием великим. Но враг-ненавистник человеческого рода, видя такую ее жизнь, позавидовал ее добродетелям и начал вредить ей, причиняя ей различные бедствия и скорби. В то время жил в Антиохии некий юноша по имени Аглоид, сын богатых и знатных родителей. Он жил роскошно, весь отдаваясь суете мира этого. Однажды он увидел Иустину, когда она шла в церковь, и поразился ее красотой. Диавол же внушил дурные намерения в его сердце. Распалившись вожделением, Аглоид всеми мерами стал стараться снискать расположение и любовь Иустины, и последствам обольщения привести чистую Агницу Христову к задуманной им скверне. Он наблюдал за всеми путями, по которым девица должна была идти, и, встречаясь с ней, говорил ей льстивые речи, восхваляя ее красоту и прославляя ее, показывая свою любовь к ней. Он старался увлечь ее к любодеянию хитросплетенной сетью обольщений. Девица же отворачивалась и избегала его, гнушаясь им и не желая даже слушать его льстивых и лукавых речей. Не охладевая в своем вожделении к ее красоте, юноша послал к ней с просьбой, чтобы она согласилась стать его женой. Она же отвечала ему, «Жених мой, Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту. Он и душу, и тело мое сохраняет от всякой скверны». Слыша такой ответ целомудренной девицы, Аглоид, подстрекаемый дьяволом, еще более распалился страстью. Не будучи в состоянии обольстить ее, он замыслил похитить ее насильно. Собрав на помощь подобных себе безрассудных юношей, он подстерег девицу на пути, по которому она обычно ходила в церковь на молитву. Там он встретил ее и, схватив, насильно потащил в дом свой. Она же начала сильно кричать, била его по лицу и плевала на него. Услышав ее вопли, соседи выбежали из домов и отняли непорочную Агницу, святую Иустину, из рук нечестивого юноши, как из волчьей пасти. Бесчинники разбежались, а Аглоид возвратился со стыдом в дом свой. Не зная, что делать далее, он с усилением в нем нечистой похоти решился на новое злое дело. Он пошел к великому волхву и чародею Киприану, жрецу идольскому, и, поведав ему свою скорбь, спросил у него помощи, обещая сдать ему много золота и серебра. Выслушав Аглоида, Киприан утешал его, обещая исполнить его желание. — Я, — сказал он, — сделаю так, что сама девица будет искать твоей любви и почувствует к тебе страсть, даже более сильную, чем ты к ней. Так, утешив юношу, Киприан отпустил его обнадеженным. Взяв затем книги по своему тайному искусству, он призвал одного из нечистых духов, в котором был уверен, что он скоро может распалить страстью к этому юноше сердце Иустины. Бес охотно обещал ему исполнить это и горделиво говорил. Нетрудное это для меня дело, ибо я много раз потрясал города, разорял стены, разрушал дома, производил кровопролитие и отцаубийство, поселял вражду и великий гнев между братьями и супругами, и многих, давших обет девства, доводил на греха. Инокам, поселявшимся в горах и привычным к строгому посту, даже никогда и не помышлявшим о плоти, я внушал блудное похотение и научал их служить плотским страстям. Людей, раскаявшихся и отвратившихся от греха, я снова обратил к делам злым. Многих целомудренных я ввергнул в любодеяние. Неужели же не сумею я девицу эту склонить к любви Аглаида? Да что я говорю, я самым делом скоро покажу свою силу. Вот возьми это с надобьи. Он подал наполненный чем-то сосуд. И отдай тому юноше, пусть он окропит им дом Иустины, и увидишь, что сказанное мной сбудется. Сказав это, бес исчез. Киприан призвал Аглаида и послал его окропить тайно из дьявольского сосуда дом Иустины. Когда это было сделано, блудный бес вошел туда с разожженными стрелами плотской похоти, чтобы уязвить сердце девицы любодеянием, а плоть ее разжечь нечистой похотью. Иустина имела обычай каждую ночь возносить молитвы ко Господу. И вот когда она по обычаю, встав в третьем часу ночи, молилась Богу, то ощутила внезапно в своем теле волнение, бурю телесной похоти и пламя гиенского огня. В таком волнении и внутренней борьбе она оставалась довольно проложительное время. Ей пришел на память юноша Аглаид, и у нее родились дурные мысли. Девица удивлялась и сама себя стыдилась, ощущая, что кровь ее кипит, как в котле. Она теперь помышляла о том, чего всегда гнушалась, как скверны. Но по благоразумию своему Иустина поняла, что эта борьба возникла в ней от дьявола. Тотчас она обратилась к оружию крестного знамени, прибегла к Богу с теплой молитвой и из глубины сердца взывала ко Христу, жениху своему. «Господи Боже мой, Иисусе Христе, вот враги мои восстали на меня, приготовили сеть для уловления меня и унизили мою душу. Но я вспомнила в ночи имя твое и возвеселилась, и теперь, когда они теснят меня, я прибегаю к тебе и надеюсь, что враг мой не восторжествует надо мной. Ибо ты знаешь, Господи Боже мой, что я, твоя раба, сохранила для тебя чистоту тела моего и душу мою вручила тебе. Сохрани же овцу твою, добрый пастырь, не предай на съедение зверю, ищущему поглотить меня. Дары мне победу на злое вожделение моей плоти. Долго и усердно помолившись, святая дева посрамила врага. Побежденный ее молитвой, он бежал от нее со стыдом, и снова настало спокойствие в теле и сердце Иустины. Пламя вожделения погасло, борьба прекратилась, кипящая кровь успокоилась. Иустина прославила Бога и воспела победную песнь. Бес же возвратился к Киприану с печальной вестью, что он ничего не достиг. Киприан спросил его, почему он не мог победить девицу. Бес, хотя и неохотно, открыл правду. Я потому не мог одолеть ее, что видел на ней некоторое знамение, которого устрашился. Тогда Киприан призвал более злобного беса и послал его соблазнить Иустину. Тот пошел и сделал гораздо больше первого, напав на девицу с большей яростью. Но она вооружилась теплой молитвой и возложила на себя еще сильнейший подвиг. Она облеклась во власиницу и умерщвляла свою плоть воздержанием и постом, вкушая только хлеб с водой. Укротив таким образом страсти своей плоти, Иустина победила дьявола и прогнала его с позором. Он же, подобно первому, ничего не достигнув, возвратился к Киприану. Тогда Киприан призвал одного из князей бесовских, поведал ему о слабости посланных бесов, которые не могли победить одной девицы, и просил у него помощи. Тот строго укорял прежних бесов за неискусность их в этом деле и за неумение воспламенить страсть в сердце девицы. Обнадежив Киприана и обещав иными способами соблазнить девицу, князь бесовский принял вид женщины и вошел к Иустине, и начал он благочестиво беседовать с ней, как будто желая последовать примеру ее добродетельной жизни и целомудрия. Так, беседуя, он спросил девицу, какая может быть награда за столь строгую жизнь и за соблюдение чистоты. Иустина ответила, что награда для живущих целомудрена, велика и неизречена, и весьма удивительно, что люди немало не заботятся о столь великом сокровище, как ангельская чистота. Тогда дьявол, обнаруживая свое бесстыдство, начал хитрыми речами соблазнять ее. Каким же образом мог бы существовать мир? Как рождались бы люди? Ведь если бы Ева сохранила чистоту, то как происходило бы умножение человеческого рода? Поистине доброе дело, супружество, которое установил сам Бог. Его и Священное Писание восхваляет, говоря, брак у всех, да будет честен, и ложа непорочна. Да и многие святые божии разве не состояли в браке, который Господь дал людям в утешение, чтобы они радовались на детей своих и восхваляли Бога? Слушая эти слова, Иустина узнала хитрого обольстителя, дьявола, и искуснее, нежели Ева, победила его. Не продолжая беседы, она тотчас прибегла к защите креста Господня и положила честное его знамение на своем лице, а сердце свое обратила ко Христу, жениху своему. И дьявол тотчас исчез с еще большим позором, чем первые два беса. В большом смущении возвратился к Киприану гордый князь бесовский. Киприан же, узнав, что он ничего не успел, сказал дьяволу, «Уже ли и ты, князь сильный и более других искусный в таком деле, не мог победить девицы? Кто же из вас может что-либо сделать с этим непобедимым девическим сердцем? Скажи мне, каким оружием она борется с вами? И как она делает немощной вашу крепкую силу? Побежденный силой Божией, дьявол неохотно сознался. Мы не можем смотреть на крестное знамение, но бежим от него, потому что оно, как огонь, опаляет нас и прогоняет далеко». Киприан вознегодовал на дьявола за то, что он посрамил его, и, понося беса, сказал, «Такова-то ваша сила, что и слабая дева побеждает вас». Тогда дьявол, желая утешить Киприана, предпринял еще одну попытку. Он принял образ Иустины и пошел к Аглаиду в той надежде, что, приняв ее за настоящую Иустину, юноша удовлетворит свое желание, и таким образом ни его бесовская слабость не обнаружится, ни Киприан не будет посрамлен. И вот, когда бес вошел к Аглаиду в образе Иустины, тот в несказанной радости вскочил, подбежал к мнимой деве, обнял ее и стал лобызать, говоря, «Хорошо, что ты пришла ко мне, прекрасная Иустина». Но лишь только юноша произнес слово Иустина, как бес тотчас исчез, не будучи в состоянии вынести даже имени Иустины. Юноша сильно испугался и, прибежав к Киприану, рассказал ему о случившемся. Тогда Киприан волхвованием своим придал ему образ птицы и, сделав его способным летать по воздуху, послал к дому Иустины, посоветовав ему влететь к ней в комнату через окно. Носимый бесом по воздуху, Аглаид прилетел в образе птицы к дому Иустины и хотел сесть на крыши. В это время случилось Иустине посмотреть в окно своей комнаты. Увидев ее, бес оставил Аглаида и бежал. Вместе с тем исчез и призрачный облик Аглаида, в котором он казался птицей, и юноша едва не расшибся, летя вниз. Он ухватился руками за край крыши и, держась за нее, повис, и если бы не был спущен оттуда на землю молитвой святой Иустины, то упал бы нечестивый и разбился. Так ничего не достигнув, возвратился юноша к Киприану и рассказал ему про свое горе. Видя себя посрамленным, Киприан сильно опечалился и сам задумал пойти к Иустине, надеясь на силу своего волшебства. Он превращался и в женщину, и в птицу, но еще не успевал дойти до дверей дома Иустины, как уже призрачное подобие красивой женщины, а равно и птицы, исчезало, и он возвращался со скорбью. После этого Киприан начал мстить за свой позор и наводил своим волхованием различные бедствия на дом Иустины и на дома всех сродников ее, соседей и знакомых, как некогда дьявол на праведного Иова. Он убивал скот их, поражал рабов их язвами и таким образом вергал их в чрезмерную печаль. Он поразил болезнью и саму Иустину, так что она лежала в постели, а мать ее плакала о ней. Иустина же утешала мать свою словами пророка Давида «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Не только на Иустину и ее сродников, но и на весь город, по Божию попущению, навел Киприан бедствие вследствие своей неукротимой ярости и большого посрамления. Появились язвы на животных и различные болезни среди людей, и прошел по бесовскому действию слух, что великий жрец Киприан казнит город за сопротивление ему и Устины. Тогда почетнейшие граждане пришли к Иустине и с гневом побуждали ее, чтобы она не печалила боли Киприана и выходила замуж за Аглаида во избежание еще больших бедствий из-за нее для всего города. Она же всех успокаивала, говоря, что скоро все бедствия, причиняемые при помощи бесов Киприанам, прекратятся. Так и случилось. Когда святая Иустина помолилась усердно Богу, тотчас все бесовское наваждение прекратилось, все исцелились от язв и выздоровели от болезней. Когда совершилась такая перемена, люди прославляли Христа, а над Киприаном и его волшебной хитростью издевались, так что он от стыда не мог уже показаться среди людей и избегал встречаться даже со знакомыми. Убедившись, что силы крестного знамения и Христова имени ничто не может победить, Киприан пришел в себя и сказал дьяволу. «О, губитель и обольститель всех, источник всякой нечистоты и скверны, ныне я узнал твою немощь. Ибо если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя? Если ты не можешь победить осеняющих себя крестом, то кого ты исторгнешь из рук Христовых? Ныне я уразумел какое-то ничтожество, ты не в силах даже отомстить. Послушавшись тебя, я, несчастный, прельстился и поверил твоей хитрости. Отступи от меня, проклятый, отступи, ибо мне следует умолять христиан, чтобы они помиловали меня. Следует мне обратиться к благочестивым людям, чтобы они избавили меня от гибели и позаботились о моем спасении. Отойди, отойди от меня, беззаконник, враг истины, противник и ненавистник всякого добра». Услышав это, дьявол бросился на Киприана, чтобы убить его, и, напав, начал бить и давить его. Не находя нигде защиты и не зная, как помочь себе и избавиться от лютых бесовских рук, Киприан, уже едва живой, вспомнил знамение Святого Креста, силой которого противилась Иустина всей бесовской силе, и воскликнул «Боже Иустины, помоги мне». Затем, подняв руку, перекрестился, и дьявол тотчас отскочил от него, как стрела, пущенная из лука. Собравшись с духом, Киприан стал смелее, и, призывая имя Христова, осенял себя крестным знаменем и упорно противился бесу, проклиная его и укоряя. Дьявол же, стоя вдали от него и не смея приблизиться, из боязни крестного знамения и Христова имени, всячески угрожал Киприану, говоря «Не избавить тебя, Христос, от рук моих». Затем, после долгих и яростных нападений на Киприана, бес зарычал, как лев, и удалился. Тогда Киприан взял все свои чародейские книги и пошел к христианскому епископу Анфиму. Упав к ногам епископа, он умолял оказать ему милость и совершить над ним святое крещение. Зная, что Киприан великий и для всех страшный волхвователь, епископ подумал, что он пришел к нему с какой-либо хитростью, и потому отказывал ему, говоря «Много зла творишь ты между язычниками. Оставь же в покое, христиан, чтобы тебе не погибнуть в скором времени». Тогда Киприан со слезами исповедал все епископу и отдал ему все книги на сожжение. Видя его смирение, епископ научил его и наставил святой вере, а затем повелел ему готовиться к крещению. Книги же его сжег пред всеми верующими гражданами. Удалившись от епископа с сокрушенным сердцем, Киприан плакал о грехах своих, посыпал пеплом голову и искренно каялся, взывая к истинному Богу об очищении своих беззаконий. Придя на другой день в церковь, он слушал слово Божие с радостным умилением, стоя среди верующих. Когда же диакон повелел оглашенным выйти вон, возглашая «Елицы оглашений из Эдити», некоторые уже выходили. Киприан не хотел выйти, говоря диакону «Я раб Христов, не изгоняй меня отсюда». Диакон же сказал ему «Так как над тобой еще не совершено святое крещение, то ты должен выйти из храма». На это Киприан ответил «Жив Христос, Бог мой, избавивший меня от дьявола, сохранивший девицу Иустину чистой и помиловавший меня. Не изгонишь меня из церкви, пока я стану совершенным христианином». Диакон сказал об этом епископу, а епископ, видя усердие Киприана и преданность к христовой вере, призвал его к себе и немедленно крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Узнав об этом, святая Иустина возблагодарила Бога, раздала много милостыни нищим и сделала в церковь приношение. Киприана же на восьмой день епископ поставил в чтеца, на двадцатый – в ипадиакона, на тридцатый – в диакона, а через год рукоположил в иереи. Киприан вполне изменил свою жизнь, с каждым днем увеличивал он свои подвиги и, постоянно оплакивая прежние злые деяния, совершенствовался и восходил от добродетели к добродетели. Скоро он был поставлен епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. При этом он ревностно заботился о вверенном ему христовом стаде. Святую Иустину девицу он поставил диаконисой, а затем поручил ей девичий монастырь, сделав ее игуменей над другими девицами христианскими. Своим поведением и наставлением он обратил многих язычников и приобрел их для церкви Христовой. Таким образом, идолослужение стало прекращаться в той стране, и слава Христова увеличивалась. Видя строгую жизнь святого Киприана, заботая его о вере Христовой и о спасении душ человеческих, дьявол скрежетал на него зубами и побудил язычников донести на него правителю восточной страны о том, что он богов посрамил, многих людей отвратил от них, а Христа, враждебного богам их, прославляет. И вот многие нечестивцы пришли к правителю Евтолмию, владевшему теми странами, и клеветали на Киприана и Иустину, обвиняя их в том, что они враждебны и к богам, и к царю, и всяким властям, что они смущают народ, обольщают его и ведут вслед за собой, располагая к поклонению распятому Христу. При этом они просили правителя, чтобы он за это предал Киприана и Иустину смертной казни. Выслушав просьбу, Евтолмий велел схватить Киприана и Иустину и посадить их в темницу. Затем, отправляясь в Дамаск, он и их взял с собой для суда над ними. Когда же привели ему на суд узников Христовых Киприана и Иустину, то он спросил Киприана, зачем ты изменил своей прежней славной деятельности, когда ты был знаменитым слугой богов и многих людей приводил к ним. Святой Киприан рассказал правителю, как узнал немощь и обольщение бесов и уразумел силу Христову, которой бесы боятся и трепещут, исчезая от знамения честного креста, а равно изъяснил причину своего обращения ко Христу, за которого обнаруживал готовность умереть. Мучитель не воспринял слов Киприана в свое сердце, но не будучи в состоянии отвечать на них, велел повесить святого и строгать его тело, а святую Иустину бить по устам и очам. Во все время долгих мучений они непрестанно исповедовали Христа и с благодарением претерпевали все. Затем мучитель заключил их в темницу и пробовал ласковым увещанием вернуть их к идолопоклонству. Когда же он оказался не в силах убедить их, то повелел бросить их в котел. Но кипящий котел не причинял им никакого вреда, и они, как бы в прохладном месте, прославляли Бога. Видя это, один идольский жрец по имени Афанасий сказал «Во имя Бога Асклипия я тоже брошусь в этот огонь и посрамлю тех волшебников». Но едва только огонь коснулся его, он тотчас умер. Видя это, мучитель испугался и, не желая более судить их, послал мучеников к правителю Клавдию в некомедию, описав все случившееся с ними. Этот правитель осудил их на усечение мечом. Когда они были приведены на место казни, то Киприан попросил себе некоторое время для молитвы, ради того, чтобы прежде была казнена Иустина. Он опасался, чтобы Иустина не испугалась при виде его смерти. Она же радостно склонила свою голову под меч и приставилась к жениху своему Христу. Видя неповинную смерть этих мучеников, некто феоктист, присутствовавший там, очень сожалел о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к святому Киприану и, лобызая его, объявил себя христианином. Вместе с Киприаном он тотчас был осужден на усечение. Так они предали свои души в руки Божии. Тела же их лежали шесть дней непогребенными. Некоторые из бывших там странников тайно взяли их и отвезли в Рим, где и отдали одной добродетельной и святой женщине по имени Руфини, родственнице Клавдия Кесаря. Она похоронилась с честью тела святых христовых мучеников Киприана и Устины и феоктиста. При гробах же их происходили многие исцеления, притекавшим к ним с верой. Молитвами их да исцелит Господь и наши болезни телесные и душевные.